Девочка-пай 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 Нужно пользоваться услугами только опытного дрессировщика, официально рекомендованного клубом служебного собаководства. Его знание собачьей психики абсолютно необходимо для правильной постановки работы, начиная с самых первых занятий. Девочка-пай 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 Происходит так же, как в случае упражнения с колбаской. Только на этот раз дрессировщик одет в защитный комбинизм. Цель упражнения состоит в том, чтобы собака схватила рука в полной пасти. На данном этапе основную роль играет дрессировщик, несущий на себе полную ответственность за удачу и неудачу. Главное, чтобы он удерживал рука в правильном положении, обязательно горизонтально, не слишком низко и не слишком высоко, примерно на высоте таза. Если дрессировщик правша, рукав надевается на левую руку. В этом случае, в момент столкновения с собакой, человек должен оттягивать левую руку назад так, чтобы собака не наткнулась на нее и не причинила себе боль. Правая же рука должна быть вытянута в сторону с целью сохранения равновесия. Когда собака схватит рукав, дрессировщик подает левую руку вперед, чтобы обеспечить собаке опору. Здесь начинается так называемый перенос. Дрессировщик тянет собаку, следя за тем, чтобы она не отпускала рука. Хозяин же, или инструктор, движется рядом с собакой и подбадривает ее, стараясь держать ее на длинном поводке, чтобы обеспечить ей максимальную свободу движения. Если собака демонстрирует хорошие боевые качества, после нескольких таких занятий переходит к жесткому рукаву, выполняя с ним точно такие же упражнения. После нескольких занятий хозяин начинает отпускать поводок, предоставляя собаке полную свободу, но сам при этом всегда остается рядом с ней. Каждое занятие заканчивается тем, что собака завладевает рукавом и получает похвалы и поощрения от хозяина. Следующая ступень, а именно борьба, также целиком зависит от умения дрессировщика, который должен двигать рукавом вверх и вниз, сначала очень медленно и мягко, затем все более решительно. При этом скорость и характер движения выбираются в зависимости от характера и боевитости собаки. Наконец, настает черед упражнений с использованием резиновой палки или хлыста, которым дрессировщик ударяет собаку во время борьбы. Дрессировщик должен уметь выбирать наиболее благоприятные моменты для нанесения первых ударов, так, чтобы собака не отпускала предмет, не пугалась и не замедляла движение. Удар палки наносится в тот момент, когда собака крепко зажимает зубами рукав и выказывает явное желание бороться. Нанеся удар, дрессировщик должен не отходить в сторону, а продолжать борьбу с тем, чтобы усилить воинственную реакцию собаки. Лишь через несколько мгновений он уступает ей рукав. Если после удара собака выпустит предмет, следует вернуться к ступени волочения или даже к ступени захвата зубами. При этом, однако, дрессировщик не должен упускать из рук хлыст, так, чтобы собака привыкла к его виду. Следует, однако, помнить, что собаки с хорошей закалкой попросту игнорируют удары палки. Более того, удары служат для них стимулом хватать рукав более решительно. Поэтому, если после удара собака ослабляет напор или вообще выпускает рукав из зубов, в этом почти всегда виноват дрессировщик, выбравший неподходящий момент для удара. Нападение бывает двух типов. Внезапное и подготовленное. Начинает всегда с внезапного нападения, при котором дрессировщик прячется за укрытием. Хозяин выходит на площадку, ведя собаку на поводке, немного прогуливается с ней, а затем направляется к укрытию. Когда до укрытия остается около 20 метров, из-за него выскакивает дрессировщик и делает угрожающий жест. Хозяин дает собаке команду вперед и сам бежит вместе с ней по направлению к дрессировщику, при этом он может как отпустить, так и не отпускать поводок. Если собака не выказывает испуга и решительно устремляется в сторону дрессировщика, лучше с первого же занятия отпускать ее с поводка, чтобы она не привыкла полагаться на поддержку хозяина, имея с ним контакт через поводок. После непродолжительной борьбы, сопровождаемой несколькими ударами палкой, дрессировщик уступает собаке рукав, и та получает поощрение от хозяина. От занятия к занятию хозяин должен отставать от собаки на все большее расстояние и, наконец, оставаться на месте в момент появления дрессировщика из-за укрытия, давая тем самым собаке возможность преследовать его самостоятельно. Следующий этап состоит из так называемого подготовленного нападения, когда собака, освобожденная от поводка, стоит рядом с хозяином, а находящийся вдалеке дрессировщик делает несколько угрожающих жестов, после чего устремляется в бегство. Хозяин отпускает собаку, и та пускается в погоню. Дрессировщик, пробежав несколько метров, разворачивается и бежит ей навстречу. Из борьбы собака, как всегда, выходит победителем и получает в награду руках. Заключительным этапом дрессировки перед переходом комбинации защиты и послушания является разведка. Собака должна научиться обследовать различные укрытия на предмет поиска дрессировщика и, найдя, облаивать его, нападая на него лишь в тех случаях, когда он чем-либо ей угрожает или пытается убежать. Упражнение начинается с того, что дрессировщик принимает угрожающую позу, в то время как собака и хозяин находятся снаружи. Затем хозяин отводит собаку в такое место, откуда она больше не может видеть дрессировщика, в то время как последний, не заходя за укрытие, выходят за пределы площадки с противоположной стороны. Собака и хозяин возвращаются на площадку, причем собака уверена, что дрессировщик находится именно здесь. Хозяин дает команду «Ищи» и бежит вместе с собакой к ближайшему укрытию, показывая рукой направление. Собака, естественно, не находит дрессировщика. Тогда хозяин подзывает ее к себе, снова дает команду «Ищи» и направляет ее ко второму укрытию. После нескольких безуспешных разведок хозяин подходит к собаке и останавливается с ней позади одного из укрытий, как бы желая помочь ей его обследовать. На самом деле он делает это для того, чтобы помешать собаке увидеть дрессировщика, который в этот момент возвращается на площадку и прячется за крайним укрытием. Не отпуская собаку с поводка, хозяин снова дает ей команду «Ищи» и направляется к укрытию, за которым теперь прячется дрессировщик. Тот принимает абсолютно нейтральную позу. Хозяин дает команду «Голос». Если собака пытается укусить дрессировщика, хозяин сдерживает ее, натягивая поводок, а при необходимости делает даже сильный рывок. Если собака начинает лаять, она получает похвалу и награду. Собака может атаковать дрессировщика лишь в том случае, если он пытается убежать или выказывает агрессивное намерение. Желательно попрактиковать это на последующих занятиях, с тем, чтобы собака не забывала о своем предназначении. В ходе последующей дрессировки собака учится адекватно реагировать на различные действия дрессировщика, усваивая следующее правило. Если дрессировщик неподвижно стоит за укрытием, его нужно только обладать. Если дрессировщик начинает двигаться, не делая угрожающих жестов, нужно насторожиться. Если дрессировщик принимает угрожающую позу или пытается убежать, его нужно атаковать. На этом этапе необходимо приступить к комбинированию упражнений на общее послушание с упражнениями на защитные функции. Самое главное здесь – это приучить собаку выполнять команду «фу», которая особенно трудно дается особям с высокой степенью воинственности. Собака должна выпустить из зубов рука, когда дрессировщик прекратит борьбу и замрет. В некоторых случаях, услышав команду «фу», собака машинально открывает пасть, поскольку она привыкла так реагировать на эту команду в ходе упражнений на портировку предметов. В большинстве случаев, однако, инстинкт к борьбе оказывается сильнее, и тогда хозяин должен силой дернуть за поводок с тем, чтобы собака ослабила хладку. Другими упражнениями, которые выполняются в ходе рабочего экзамена, являются упражнения на бдительность при обыске задержанного и его последующие конвоирования. Речь идет об упражнениях на послушание, которые собака должна уже выполнять в совершенстве, а именно о подчинении команде «лежать» и ходьбе без поводка. Однако в присутствии человека, играющего роль нарушителя, выполнение этих упражнений дается собаке с трудом, поскольку она возбуждена и предпочла бы его укусить, вместо того, чтобы послушаться хозяину. Впрочем, и в этой ситуации время и терпение неизбежно дадут превосходные результаты. Закончим мы демонстрации программы дрессировки собак для защитной службы, после успешного прохождения которой собаке присуждается диплом третий, то есть самой высокой степени. Первое упражнение состоит в разведке укрытий. Дрессировщик прячется таким образом, что прежде чем его найти, собака должна предпринять пять или шесть разведок. Пока собака обыскивает укрытие, хозяин должен держаться середины площадки и может давать команды «ищи» и «вперед». Когда собака находит дрессировщика, хозяин останавливается на месте. Собака должна облаивать дрессировщика до тех пор, пока хозяин, приблизившись к укрытию, не скомандует ей к ноге. После чего он выводит дрессировщика из укрытия, приказывает собаке лечь на расстоянии трех-четырех шагов и обыскивает как задержанного, так и укрытия, в то время как собака продолжает лежать, бдительно следя за задержанным. В определенный момент, когда хозяин отлучается, дрессировщик делает попытку сбежать. Собака должна своевременно вмешаться и предотвратить попытку бегства, вцепившись в задержанного. Как только последний замрет, собака должна разжать зубы и продолжать его сторожить. Спустя несколько мгновений нарушитель атакует собаку, угрожая ей хлыстом или палкой. Собака должна немедленно среагировать и вступить с ним в борьбу. Нанеся ей два удара, нарушитель прекращает агрессивные действия. Как только он замрет, собака должна разжать зубы и продолжать его сторожить. После этого хозяин и собака начинают конвоировать нарушителя на продолжении примерно 50 шагов. Собака и хозяин должны держаться примерно в пяти шагах позади нарушителя. Сделав 50 шагов, задержанный внезапно бросается на хозяина. Собака снова должна как можно скорее вмешаться и проявить высокую боевитость. Когда нарушитель сдастся, собака должна разжать зубы и продолжать сохранять настороженную позу, в то время как хозяин разоружает задержанного, отбирая у него палку. В ходе последующего конвоирования собака должна находиться между задержанным и хозяином. Затем собака и хозяин покидают площадку, а нарушитель прячется за укрытием на расстоянии примерно 100 шагов. По возвращении собаки и хозяина на площадку нарушитель выходит из-за укрытия и хозяин приказывает ему остановиться, держа при этом собаку за шею. Нарушитель, однако, не останавливается, опускается в бегство. Хозяин отпускает собаку и та устремляется в погону. Хозяин обычным шагом идет в их сторону и останавливается на расстоянии примерно 40 шагов. Как только нарушитель прекратит сопротивление, собака должна разжать зубы и оставаться в настороженной позе. Наконец, нарушитель делает еще одну попытку напасть на собаку, угрожающую подняв палку. После того, как она схватит его за рука, он должен нанести ей два удара по бокам или по холке. Это единственная часть тела, по которым можно ударять палку. Как только задержанный успокоится, собака должна разжать зубы, но остаться насторожен. Примерно через 30 секунд хозяин подходит к задержанному, разоружает его и осуществляет его конвоирование, которым и заканчивается упражнение. Следовая дорожка. Чтобы научить собаку находить спрятанный предмет, а это упражнение входит в рабочий экзамен, потребуется следовая дорожка и поводок или веревка длиной как минимум 10 метров. Привязав собаку к дереву или кулашку, покажем ей ее любимую игрушку, к которой должен быть заранее привязан шнур. Затем начнем удаляться от собаки по прямой линии, таща за собой игрушку. Пройдем примерно 50 метров, время от времени останавливаясь, чтобы поднять игрушку и показать ее собаке, не обращая внимания на ее войск, у Леша и попытки освободиться от примесей. Дойдя до конца следовой дорожки, положим игрушку на землю, причем в таком месте, чтобы она была скрыта от взора собаки. Затем вернемся к собаке точно по тому же пути, какой проделали прежде. Возьмем собаку на поводок и скомандуем ей «ищи». Даже если собака не знает этой команды, она ринется на поиски игрушки, поняв, что та лежит где-то на земле. Почти наверняка она будет высоко держать голову в надежде разглядеть игрушку, но поскольку собаке довольно близоруки, ей не удастся ничего увидеть и, стало быть, придется положиться на свое лучшее оружие обоняния. Когда она будет пригибать нос к земле, будем демонстрировать свое восхищение и поощрять ее воскресаниями. Хорошо, молодец! Когда же она поднимет голову, дадим ей скупую команду «ищи». Как только собака найдет игрушку, горячо поздравим ее с этим, мы разрешим ей поиграть, наградим ее сладостями и ласками. В основе обучения собаки находить предмет по запаху лежит простой принцип не жалеть времени и запастись терпением. Последующие шаги заключаются в постепенном увеличении длинной следовой дорожки и в исключении такого этапа, как волочение игрушки, ограничимся тем, что будем держать ее в руке. В дальнейшем усложним упражнение добавлением еще одной игрушки. Услышав команду «ищи» после того, как первая игрушка уже найдена, собака ненадолго остановится в недоумении, но уже зная значение этой команды, не замедлит снова взять след и вскоре найдет вторую игрушку. Затем начнем усложнять маршрут поиска поворотами. Вначале это должно быть один-единственный поворот под тупым углом. В ходе последующих занятий будем уменьшать угол поворота, пока он не станет прямым. Наконец, добавим второй, а потом и третий поворот. И начнем увеличивать время до начала поиска. Все изменения должны вводиться постепенно и без спешки. Изменение времени начала поиска, например, следует увеличивать не более чем на 5-6 минут за раз. Найдя предмет, собака должна уведомить об этом хозяина. При этом она может воспользоваться несколькими способами. Одни собаки апортируют предмет, другие сигнализируют о нем, замирая возле него, в стойке, либо принимая сидячее или лежачее положение. Выбранный собаке способ зависит исключительно от ее привычки к тем или иным упражнениям, а потому в правилах рабочего экзамена способы сообщения хозяину о нахождении предмета не регламентируются. В заключении дадим несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам избежать досадных недоразумений в ходе упражнений на поиск пазад. Одна из них состоит в том, чтобы не браться за такие упражнения в ветреную погоду. Дождь не помешает, а вот ветер может все погубить. Особенно, если собака еще неопытна. Очень важно также правильно выбрать местность, чтобы на ней было как можно меньше кустов, деревьев и прочих объектов. В идеале первое упражнение следует проводить в поле или на лугу, где бывает мало людей. Возможно, что в ходе поисков идеальной местности вам придется изрядно попутешествовать, но терпение и упорство в сочетании с малой толикой самопожертвования в конце концов наградят хозяина собаки чувством огромного удовлетворения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok